Всем привет! Вы снова на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я расскажу вам о том как найти поломку электрического водонагревателя, который отказывается работать. Водонагреватель фирмы Nova проработал буквально пять лет и вот не хочет работать. Включаем автомат, контрольная лампочка не работает, температура не повышается. В первую очередь нам необходимо убедиться, что на водонагреватель подается электричество. Для этого нам понадобится обычный тестер или отвертка пробник, которая есть у каждого домашнего хозяина. Сначала открываем защитную крышку, которая закрывает нижнюю часть. Для этого откручиваем обычный болтик. Во многих водонагревателях она снимается по-разному. Снимаем защитную крышку. У нас слегка заходит свой паз. Перед нами основные узлы водонагревателя. Это термовый выключатель с регулятором температуры и основные провода. Здесь лампочка контрольной работы водонагревателя и основные болты крепления ТЭНа. Здесь появилась капелька воды. Возможно, что где-то что-то подтекает. Проверяем напряжение на водных проводах синим и коричневым. Для этого включаем автомат. Берем тестер, переключаем его в режим проверки переменного напряжения 750 вольт. С помощью щупов тестера проверяем напряжение. Для этого подносим один щуп к ходу коричневого провода, другой к синему и смотрим на тестер. Тестер показывает, что напряжение подается. Значит, нужно искать причину дальше. После этого необходимо отключить автомат электропитания или вытащить резетку и приступить к снятию термовый выключателя, терморегулятора, который стоит внутри болера. Отключаем контрольную лампочку от него, разъемы и слегка потянув вниз, вынимаем термовый выключатель со своего разъема. Здесь остаются только выводы ТЭНа и вот сам термовый выключатель. После этого необходимо проверить ТЭН водонагревателя для того, чтобы убедиться, что он не перегорел. Для этого тестер переводим в режим проверки сопротивления и подключаем эти выводы тестера к ТЭНу. Здесь есть один вывод, вставляем сюда и второй. И посмотрим на тестер. Тестер должен показывать определенное число или же нули. Если он показывает единичку, то ТЭН перегорел. Для проверки терморегулятора необходимо открутить два болта и отсоединить провода подключения электрического питания. Теперь можно приступить к проверке термовый выключателя. Подсоединяем один щуп тестера на ввод напряжения на один из проводов и пармельно ему замеряем сопротивление на выводе на нагревательный ТЭН. Никакой реакции нет. Соединяя два провода появляется ноль. Ноль должен быть и здесь. Значит терморегулятор не работает. При снятии крышки необходимо сразу же проверить подтяжку гаек ТЭНа, потому что если они ослабятся, то будет подтечка по периметру и также может попасть вода в этот терморегулятор, который является здесь слабым звеном. Но видно, что они слегка почему-то ослаблены. Лучше их подтянуть, чтобы не было снова никаких протеканий. Обращаю ваше внимание, что новый терморегулятор должен иметь такой же ампераж, как и старый. Под иначе может сгореть сам терморегулятор при большой нагрузке. Мой терморегулятор имеет ампераж 16 ампер и имеет одно преимущество. Это кнопку защиты, которая не даст ему сгореть в случае попадания в корпус воды или перепадом напряжения. Теперь проверим работу нового терморегулятора. Для этого подключим один щуп на ввод, второй на выход и посмотрим на сопротивление. Есть! Значит этот терморегулятор исправлен. То же самое делаем с остальными контактами двумя. Теперь можно установить на свое место новый терморегулятор. Аккуратненько вводим его в зацепление. Он легко входит в свое зацепление и после этого не выпадает. Фиксация надежная. Теперь к нему подключаем провода питания. Подтягиваем хорошо контакты. Сразу же необходимо выставить нужную температуру. Я выставляю на центр. Это равняется примерно 50 градусов по Цельсию. Теперь подключаем к терморегулятору контакты контрольной лампочки. Раз и два. И можно приступить к установке декоративной крышки на свое место. Аккуратненько заводим разъем и поджимаем. Теперь осталось подключить только шуруп крепления. Проверяем работу бойлера. Лампочка загорелась. Теперь осталось дождаться пока температура поднимется до 50 градусов и убедиться в исправности бойлера. Прошло полчаса и температура воды поползла вверх. Значит все работает. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками определить поломку водонагревателя в ванной. В моем случае причиной поломки было банальное попадание воды в терморегулятор и выход его из строя. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok